на фоне играет прекрасный эстетичный джаз время 9 утра и сегодня в этом видеоматериале я хочу вам рассказать и показать как поднять fps в игре и раст то есть в нашей любимой игре я в эту игра не очень давно но много чего уже понимаю настройки графики мы настроим под себя обязательно а также я вам покажу получается бинты консоли которые помогут нам хоть как-то выжить количество кадров из нашего так сказать ведра или слабого компьютера называется как хотите в общем надеюсь этот видеоролик получился очень полезным он хоть как-то вам поможет а мне будет приятно что я поделился своим так сказать знаниями опытом и смог сделать вам приятно в общем от вас только требуется просто подписаться на меня так сказать поддержать меня и я надеюсь буду радовать вас новым контентом каким-нибудь будущем обязательно и для начала нам нужно будет ознакомиться с системными требованиями игры минимальные системные требования и рекомендованные будут у вас на экране в ваше значение должно быть либо близко к этому либо соответствуйте этому после того как вы поняли кого иметь у себя под столом компьютер или соседку в моем случае это муравьиная фирма в куски металла нам нужно оптимизировать винду установить файл подкачки разогнать процессор видя хромаде бабушку дедушку это все вы и без меня прекрасно знаете также немаловажно запуска игры избавиться от фоновых программ приложений по типу epic games игровой лаунчер либо кого-нибудь антивируса так как это очень сильно жирает оперативную память а как мы знаем в данной игре она очень сильно важно также крайне не рекомендую скачивать что-то с интернета по типу разных файлов раз разоргивировать все это в корневую папку игры тем самым как-то изменить конфиг либо графику это все бред это все неправильно и не нужно делать не отчаивайтесь даже если у вас какой-то древний старый компьютер это вам точно не поможет но как минимум безопасность своего компьютера вы точно теряете безопасность так сказать полностью свою безопасность вы теряете тем самым подвергайте себя кибератаки так сказать так что не рекомендую подобным заниматься это все равно никак не влияет на fps никак ничего не поможет разработчики у нас не глупые люди если бы как-то это все могло бы помочь то они бы это добавили в игру чем это кто-то сделает за вас там изменив какой-то конфиг в общем не рекомендую это полная отстойная тема даже не задумывайтесь об этом пока что у нас рекомендации идут и также я вам рекомендую приобрести создать диск он стоит 1500 1200 рублей но в этой игре ssd диск он самый важный потому что загрузку на карты загрузку после того как вы решаетесь на спальнике загрузку на карту загрузку самой карты также загрузка абсолютно всего тут конечно решает ssd то есть он отвечает за все вот это вот что происходит на жестком диске конечно можно играть но это как минимум о потере кадров 5 10 fps и очень долгие погру подгрузки лаги и зависание и так далее также перед запуском игры требуется как бы полностью выпилить удалить xbox game bar потому что винда его включает автоматически по умолчанию когда вы ее устанавливаете это нужно отключить в дабы оптимизировать windows и чтобы во время игры вам ничего не мешало так как этот ресурс как бы очень много живет производительности вашего компьютера так ребят показываю как удалить собственно xbox game bar и все что с ним связано заходим в общем в поиск вот сюда пишем сюда приложение и возможности вот у меня уже есть сюда пишем xbox так xbox live вот это вот все и смотрите xbox game bar тут удалить нельзя у кого-то возможно можно я точно не знаю что нам понадобится нам нужно будет закрыть это все ну естественно там что нужно было удалить удалить обязательно и запустить windows вышел а запуск от имени администратора после чего как только мы это все запустили вот у нас запустилось у меня будут команды в описании эти команды все вы должны скопировать обязательно отмечу что это от повышал скопируйте и вставить эти команды как только вот видите вот этот ползунок будет в конце нажимаете enter идет вот обработка вот это все все команды абсолютно весь game bar xbox он удален его у нас нет вот давайте проверим вот xbox game bar у нас отсутствует не бойтесь с вашим компьютером ничего не случится но как минимум лагать во время игры вот это вот все это все перестанет и вы начнете нормально играть как минимум fps точно прибавится следующее что нам понадобится это такое приложение называется так мем редактор кого 8 гигабайт оперативной памяти или люди у кого обычно раз покидывает происходит какие-то подлагивания подгрузки и зависание так далее в общем нехватка оперативной памяти нам нужно будет скачать такую программу заходим не и запускаем она очень быстро скачивается заходим в настройки очистка памяти и мы должны тут настроить в процентном соотношении 80 процентов то есть каждый 83 80 так 85 процентов когда у нас будет забиваться память автоматически эта программа нам будет очищать кэш этой памяти то есть мы можем также поставить пять минут либо если какие-то проблемы с этим можем поставить 10 минут вот каждые 10 минут когда 85 процентов нагружена вашей оперативной памяти она будет сбрасываться и очищаться эта программа никак не влияет на вашу оперативную память она всего лишь очищает ее и также она отвечает за виртуальную оперативную память то есть вы тут настройках обычно многие добавляют вот сейчас я вам покажу дополнительные параметры системы и вот дополнительно получается виртуальная память вот за это она и отвечает вот это она очищает в общем помогает со всем этим справиться ну очень хорошая программа многим моим тиммейтом с 8 габайт оперативки она очень сильно помогает так следующее что нам нужно будет сделать это запустить нашу игру раз после того как вы запустили нашу игру так сказать чисто моя рекомендация тут есть поле зрения ползунок поле зрения он особо обычно все говорят что он никак не влияет на фпс но моем случае когда я играл на старой видеокарте это мне очень сильно помогало то есть когда у меня поле зрения было не на 90 а на 70 очень приближенная и качество интерфейса то есть интерфейс на максимум обычно у людей он вот такой либо вот такой а именно интернет интерфейс на максимум а поле зрения минимум это мне помогало как минимум вышить 15-20 fps я не знаю как это работает возможно из-за того что картинка растягивается видеокарта напрягается но кого вот старые видеокарты обязательно попробуйте это сделать потому что мне свою очередь это очень сильно помогало также хочу затронуть тему получается физики максимальное количество обломков есть такой ползунок если мы его сдвинем на ноль абсолютный ноль то в игре я прикреплю отрывок обязательно то в игре все равно будут обломки то есть после того как вы разрушаете стену либо потолок либо еще что-нибудь дверь бочки после них остаются обломки чтобы полностью от этого избавиться чтобы fps это все не кушала мы должны открыть консоль букву f1 открываем консоли и тут пишем эффект так макс бинт вот эффект макс бинт и пишем сюда 0 вот эту команду нужно обязательно вписать в ее один раз вписывайте я не забываете все игра автоматически и запомнит также хочу поговорить с вами на такую тему как буфер обмена в игре есть буфер обмена который по дефолту в консоли указан как gf.buffer 512 мегабайтов объясняю в каждой локации когда вы куда-то бегаете куда-то идете получается оперативная память сохраняет кэш буфере обмена и чтобы заново не прогружать какую-либо локацию видеокарта автоматически прогружает то что есть вашем буфере обмена и когда происходит очень много разных событий в одной точке обычно вы знаете что у вас в такой в такие моменты очень сильно подвисает лагает и фризит чтобы от этого всего избавиться нам нужно будет вписать такую команду эту команду вы видите у себя на экране она идет автоматически с биндом на букву j то есть каждый раз когда вы заходите в игру вы нажимаете на эту букву j и вас автоматически применяются данные настройки а также поясню я подстраивал это все под себя то есть я поставил 2000 гигабайт буфера потому что у меня 16 гигабайт узел если у вас меньше чем у меня 10 12 8 то ставьте 1024 потому что у вас естественно меньше оперативной памяти и возможно из-за этого будут какие-то лаги чтобы этого не было указывайте значение конечно же меньше следующая и самая последняя на сегодня команда которую хотелось бы разобрать эта команда global . free эта команда на сервере применяется когда вы именно находитесь на карте она автоматически очищает всю карту весь буфер то есть получается все что накопилось вашей оперативной памяти видео памяти она все это очищает и загружает заново так сказать когда у вас происходят лаги вы можете ее применять